Здравствуйте! В Архангельске завершился очередной призыв в армию. Службу в рядах российской армии флота отправилось проходить более полутора тысяч призывников со всей Архангельской области. Как служится солдату-срочнику сегодня о делах армейских наш гость Александр Гаврилюк, начальник отдела подготовки и призыва областного военкомата. Здравствуйте, Александр Владимирович! Ну что ж, как прошел весенний призыв? Довольны? Ну, весенний призыв у нас прошел организованно. Задание штаба окроя мы выполнили 100%. Значит, никаких практических нарушений в заседании призывных комиссий не было. Срыва отправок команды не было. Ну, в принципе, все шло по плану. Задачу мы выполнили. Количество тоже устраивает? Количество выполнено в соответствии с заданием. Есть в сегодняшней армии какие-то нововведения? Вот я имею в виду отмену повесток. Ну, до отмены повесток мы еще не дошли. Они еще были, они определены законом. Но планируется или нет? Пока мне это неизвестно. Нововведения какие? Ну, в первую очередь, ну, это не нововведения, а традиционно весной у нас ребят больше всего отправляются в войска. Те, которые закончили учебные заведения, основная масса их. Более половины ребят ушло, те, которые закончили. Ребята после школы остались дома поступать. Процент, высокий процент традиционно весной у нас ребят с высшим образованием. Это более 20% практически у нас с высшим образованием ребят ушло в войска. Ну и как нововведение, это не нововведение, а новое такое. В учебные части мы много отправили ребят. Это практически каждый пятый ушел в учебные части. То есть дальше хотят связать свою жизнь с армией? Нет, не с армией. Они закончат учебные части, то есть специалисты младших командиров. Потом будут командовать уже практически 3 месяца они будут учиться, 3-4 месяца в учебных частях, а потом будут командовать уже в звании командиров отделений. Но вот, знаете, я еще читала об обеспечении новобранцев банковскими картами. Ну это уже не первый год мы обеспечим. Сейчас единственное нововведение это не персифицированные карты. То есть раньше было, призывник идет с района, уже на него заказывали персифицированную карту. Ну были проблемы с этим связаны. Сейчас мы выдаем на сборном пункте прямо карты призывникам банковские. И они получают, основная масса по этим же картам получает, в некоторых частях меняется в самих частях банки. А так основная масса. А еще что-нибудь вот такое можно придумать, чтобы мотивировать призывников? Призывников? Ну, чтобы мотивировать для призывов, призывников, это, мне кажется, по моему мнению, это для того, чтобы шли войска. Надо отметить все отсрочки, за исключением семейных и по болезни. Остальные отсрочки, я считаю, это мое мнение, конечно. Ну, законодателем виднее. Поживем и видим. Да. Традиционный набор в президентский полк. Желающих меньше не становится? Нет, желающих меньше не становится, потому что у ребят, во служивших президентским полком, есть определенные льготы. Вот, это раз. Во-вторых, что набор ребят очень жесткий. Мы практически 100 человек отобрали, всего лишь 30 человек отобрали. Это стопроцентный резерв, ушли войска 15 человек. Ну, там требования начиная от внешности, внешнего вида, здоровья обязательно, по линии контрконтрольных органов. Там допускают. Серьезный отбор. Вы уже упомянули отсрочку. Вот кто имеет право? Ну, тут два блока отсрочек. Их всего более 21 отсрочки. Их есть 23 статья. Она определяет освобождение от призыва. Там несколько пунктов. И 24 статья, там 21 отсрочка. Там, тут у нас даже, если мы занятия проводим по специальной подруге, целых 2 часа только на это проводится. Долго рассказывать. Ну, если кого интересует, по семейным обстоятельствам и по работе, там 10 отсрочек, по учебе 11 отсрочек. Особенно возникают вопросы по учебе. Там, вот, бакалавры, магистры. Тут нужно индивидуально подходить, потому что, если я начну сейчас объяснять, это очень долго. И вряд ли кто поймет. Тут надо индивидуально подходить к каждому вопросу. То есть можно к вам позвонить или прийти? Конечно, конечно. Во-первых, что в этом самом. В каждом военном комиссариате есть телефон вплоть до командующего войсками округа. Все ответят, разъяснят. Ответят и разъяснят. Может ли призываться в армию человек с двойным гражданством? Ну, в законе четко ясно написано, кто может быть призван в вооруженные силы. Граждане Российской Федерации. Не призываются граждане, в том числе и Российской Федерации, прослужившие в других государствах. То есть, если он имеет гражданство, к примеру, в Молдавии, и он уже прослужил там, и он представит документы, что он прослужил, мы, естественно, не призываем. А если он документы не представит, что он прослужил, но он гражданин Российской Федерации, он подлежит призыву. А может ли призывник сам выбирать место службы и род войск? Вот все друзья здесь остались, а тебя на Урал закинули. Нет, такого, во-первых, на Урал такого нет. А во-вторых, что, ну, сами понимаете, это была бы чехарда, если бы каждый призывник хотел, где определял себе место службы. Во-первых, критерии для определения службы, это не только желание призывника, это еще здоровье, отбор, тестирование там различных, ну, индивидуальные беседы, требования по командам. Это очень много. На сборном пункте у нас они проходят это практически более суток, именно вот эти все процедуры. То есть не может однозначно, да? Нет, ну, желание учитывается, если ребята, вот, к примеру, с постоянным здоровьем, он без ограничений, хочет, он спортсмен, хочет служить в здравоохранительных войсках. И таких ребят очень много. Мы идем, конечно, навстречу. А альтернативная служба в армии, вот этот вопрос до сих пор актуален? Кто обращается? Сколько желающих? Желающих вот в этот период было 10. Со всей области, да? Со всей области. Дали добро, так сказать, призывной комиссии всего лишь пяти. То есть они должны справки представить? Они должны доказать призывной комиссии о том, что они не могут служить, брать руки оружие и прочее, прочее. Там целый комиссий. Есть сборник центра занятости, и там определено все нормативные акты. Но это не такое количество граждан, которые занимать эффект. Вы как-то к ним так относитесь, да? Я к ним отношусь. Скептически, так скажем. Но тем не менее... Тем более служба, понимаете как, ну, если бы он служить будет, к примеру, в министерстве, он будет полтора года служить. Если в этом самом, ну, там, в больницах работать, два и 21 месяц будет служить. Но у нас даже есть уклонист такой. Вот давайте про уклонистов поговорим. Кого называют его уклонистами? Ну, уклонисты, это определяет вообще суд. Вот, уклонисты или не уклонисты. Это решение суда. У нас таких восемь человек за призыв. В прошлом призыве, в осеннем призыве у нас было 15, в осеннем призыве у нас 8. Из них уже 5 осуждено. Вот, получили один условный срок, а остальные штрафы от 80 до 200 тысяч рублей. Вот. И в этом году 8 человек. Ну, опять же, по истечению, по погашению судимости, вот, они подлежат призыву. То есть, если будет команда на ребят судимых... А по каким причинам, вот, как вы считаете? Ну, считаю, это нежелание, просто нежелание служить, нежелание пойти в армию, ну, по крайней мере, совершить, по крайней мере, мужской поступок. А бегут из армии? Я вам скажу так, что с Архангельской области у граждан, самооставив все части, уже на протяжении, ну, лет 5-5 нету. Однако же печальные, вот, трагические случаи у нас, вот, как раз недавно был. К сожалению, этот случай произошел. Ну, я напомню, напомню слушателям, что это была трагедия в поселке Конево, Плесецкого района. Молодой парень, 22 года, Александр Лукин, при невыясненных обстоятельствах погиб в армии, прослужив всего два дня. Сейчас, ну, комментарии я какие-либо не могу сейчас говорить. Почему? Потому что ведется следствие. Военная прокуратура. Да, военная прокуратура ведет следствие. Хочу одно сказать, что войска он отправлен был. Подмосковье. Подмосковье, Дмитровский район, Рудиво, почтовое отделение Рудиво. Он отправлен был без ограничений. Состояние, это учебная часть, состояние здоровья у него без ограничений. Если на ограничениях у него было по зрению, ну, как, это не ограничение для учебных частей. Парень шел, я знаю, с огромным желанием идти в парень в спортивное телосложение. Что случилось, следствие разберется. Сейчас какие-либо комментарии говорить сложны, потому что некомпетенты. Но еще будет длительный срок разбираться, долго или когда ждать? Я не знаю, как будет следствие, это от нас не зависит. Но информация, какая будет, мы обязательно это все совершим. Родственники заказали и судебно-медицинскую экспертизу. Обязательно, это должно быть обязательно. Ну, это ЧП для вас. Для нас это ЧП. Я, по крайней мере, могу сказать, что я уже более 7 лет начальником отдела призыва. И отправил ребят, ну, не одну тысячу войска. То вот такой случай. Мы, честно говоря, были шокированы вообще, когда узнали. Тем более на второй день. Что случилось, что там произошло. Ну, следствие разберется. Ну, вот затронем вопрос дедовщины. Она сейчас существует в связи с сокращением срока службы? Ну, что такое дедовщина? Ну, а как вы думаете, в институте дедовщина есть? Вы задаете вопрос. Или он риторический? Да, я задаю вопрос. Я даю это самое. Вот вы учились в институте. Она наверняка есть какая-то иерархия между сроками обучения. То же самое и в армии. А тем более она, просто на нее более обращается внимание. Там все-таки закрытый коллектив. Одни ребята. Естественно, какие-то, может быть, проявления существуют. Но уж вот такой махровой дедовщины, как раньше было, по крайней мере, информации у нас нет. А как отстаивать солдату свои права? Масса способов. Ну, в первую очередь, не поддаваться, как говорится, если появились такие случаи. Вот, это в первую очередь. Но если сам не может решить эту проблему, это, значит, в первую очередь, надо жаловаться командиру. Если не может... А на кого жаловаться командиру? Если командир, по мнению солдата, поступает несправедливо? Ну, командир, вы имеете в виду неусловные отношения командира к высшестоящему командиру жалуются? Нет, значит, если какая-то боязнь. В каждой части, вот, возле тумбочки, так называемой, гневально, есть телефоны доверия, начиная от воспитателя, заместителя по воспитательной работе, в части, заканчивая прокурором гарнизона. И мобильные телефоны, городские телефоны, все это есть. Можно анонимно позвонить и доложить, то есть безобразие здесь какие-то творится. Дальше, мы, если отправляем ребят, мы инструктируем их, у нас есть комитет солдатских матерей. Да, кстати, вот как вы с ними взаимодействуете? У нас тесное взаимодействие. Тамара Ивановна Шадрина, представитель комитета солдатских матерей, она нам оказывает помощь, мы им оказываем помощь в обращении. У нас, более того, у нас есть комитет солдатских матерей отдельно, новоземельцы, вот, они ведут работу. Каждую весну они проводят слет комитета солдатских матерей. Ездят туда, смотрят условия? Да, новоземельцы ездят, ну, не часто, но раз в год ездят. Они приводят оттуда фотоматериалы, видеоматериалы, чтобы, потому что, да, единственное, у нас возможность такое место, где на присягу нельзя поехать и проведать. Но, тем не менее, там наших ребят служит очень много и традиционно комплектуют новую землю только Архангельской области. То есть солдату молчать не надо? Нет, ни в коем случае. Мы при отправке каждой команды инструктируем ребят, что если действительно что-то получается, какие-то безобразия, запишите номера телефона у нас на сборном пункте, номер телефона мой, номер телефона военного комиссара Архангельской области, звоните. Звонят? Ну, бывает. Вот могу случайно рассказать, буквально с этого призыва. Приходит отец и говорит так, парня избили. Ну, я не буду говорить, в какой части, но когда мы начали предметно разбираться, что там случилось, парень решил с родителей денежку попросить. И такое случается, да? Да, вот такое. Такой курьез. А я хочу вот еще спросить о службе по контракту. Много наших земляков изъявляют желания? Ну, сейчас программа по контракту, она возобновлена. Единственное нововведение были отделения по контракту в отделе призыва, подчинились именно непосредственно мне и областному военком. Сейчас нововведение – это пункты набора по призыву, ой, по контракту. Ребят, желающих очень много, да и это не зря. Почему? Потому что, ну, во-первых, денежное удовольствие в средней полосе до 30 тысяч, а у нас на севере 30-40, ну и если на флот попадет Североморск, Северодвинск и будет плавсоставить, то там и до 50-60, там зависит все это. Надбавки различные у них есть. Ну, единственное требование, сейчас ужесточили требования к поступающим в военную службу по контракту. Это, в первую очередь, конечно, физическая подготовка. Вот, к примеру, допустим, подтягивание первого разряда возрасту, вот, первого разряда возрасту, ну, это до 27 лет, вот, там они должны подтягиваться не менее 10 раз. Кросс должен пробежать 4-2 минуты, 100 метровка 15, ну, 15-4. Это достаточно такие серьезные нормативы, не все сдают нормативы эти. А комиссия здесь у нас работает? Да, у нас работает комиссия, комиссия на пункт отбора и отбирает, в районах отбирает, она обратится просто в районный комиссариат. А на сколько подписывают контракт? Первый контракт на три года. Не меньше? Да. То есть отбоя? Желающих очень много. А кто в основном идет? Вот такой контингент. Ну, как таковая статика, ну, как, желающие, которые, ну, может быть, где-то не нашли себя на гражданке, вот, хотят, может быть, позаработать денег, потому что на гражданке не каждый сможет заработать, ну, тире 30 тысяч. Ну, надо осознавать, да, что... Конечно, конечно. Какие условия будут? Конечно. Какая дисциплина готова к этому? Да, им доводятся условия, да, условия, потому что не во всех частях, если вопрос решен с семейным, с семейными общежитиями, в основном-то даже стараются ребята идти к тем, которые, ну, пока еще не связаны с семьей. Существует мнение, что за год службы призывник по-хорошему не овладеет ни одной военной специальностью. Я скажу так, что мы вот в этот даже призыв, вот, подготовленный по системе ДОСАФ, мы отправили практически 30% призывников, мы отправили подготовленных специалистов уже по УС, это водители категории С. Вот. Другие подразделения ДОСАФ готовят. Ну, по докладам командирова они успевают. Сейчас дело в том, что интенсивность подготовки очень большая, вот, и если раньше там привлекаются к каким-то хозработам солдаты-срочники, вот, то сейчас такого нет. Сейчас... Дачи командирам строили? Ну, это, это вообще принято. Честно говоря, я 3-4 года в армии прослужил, но мне ни одного солдата, командиру не давал строить дачи. То есть от хоз работы дни освобождены? Да, вплоть до того, что внутренних нарядов, таких нарядов, как по кухне, во время по столовой. Картошку тоже уже не чистят? Картошку не чистят. Ну, я называю сейчас службу в армии воентур. В течение года съездил, за год съездил, посмотрел страну. Вот. Ну, питание нормальное сейчас. Ну, вот приходят они у нас, мы на сборном пункте, приходят на сборный пункт, мы уже начинаем по солдатскому пайку кормить. И кормят та организация, которая кормит и нас в гарнизоне, уже военнослужащие. Поэтому одинаково, они уже практически готовы, знают, что им будет, чем будут кормить. Ну, нормы довольства. Ну, вот, к примеру, каждый день съедайте по одному яйцу. А призывнику положено. Ну, не призывнику, а солдату. Калории строго глядутся. Там, я считаю, что плюс к этому, послеобеденный отдых. Вы же не отдыхаете час сна. А час обязательно? Обязательно, час сна. Так что служить можно. А будет ли возврат к увеличению срока службы, как считаете? Я думаю, что не будет. Вряд ли будет, потому что уже к этому привыкли. Решение принято однозначно. Хотя, вполне, может и быть. Тут решение должно быть политическое. А Сергей Шойгу еще в январе заверил, что российская армия перестанет использовать портянки до конца 2013 года. Ну, портянки мы уже давно не выдаем. Выдаем это самое. Уже второй год не выдаем портянки. А что? Мы выдаем носки. В носках и в тюрзовых сапогах. Почему в тюрзовых сапогах? Мы в Берцовку два года отправляем войска. Единственное, желательно бы, ну, это по всей миссии решается вопрос, количество носков будет выдано побольше, чем сейчас выдается. То есть они там не рвутся с такой скоростью? Не, ну, сейчас, я думаю, что этот вопрос решается. Хотя, мое мнение, честно говоря. Ну, не знаю, портянка есть портянка. Особенно зимой. Не заменишь. Да. Старую русскую традицию. А вот форма от Юдашкина, она так и не прижилась. Почему не прижилась? Пока мы снабжаем формой от Юдашкина. Новой формы нет. Обещают вроде бы новая форма, какая-то созданная. А претензии есть к форме? Ну, претензии есть в форме. Но все это зависит от командира. По той же форме. Если, допустим, соблюдать те же режимы, теплорежимы, если не переохлаждать ребят на улице, занятия проводить интенсивно, чтобы если где-то отдыхать, так уже отдыхали не на улице, а чтобы не вспотело, сразу на морозе остановили дни построения. Это все зависит от командира. Спасибо большое, Александр Владимирович. Очень была содержательная, на мой взгляд, беседа. А в завершении три коротких вопроса. Договорились? Где вы сами служили? Ну, служил. Я от Забайкаля до Германии. Три-четыре года календарных. Ну, вот когда были срочником? Срочником я не был. Я сразу поступил в военное училище. Воспоминания вообще об армии? Только положительные. Как сделать службу в армии еще привлекательнее? Или уже дальше некуда? Ну, как сделать? Я думаю, что служба в армии, это все зависит от молодого человека. Что он планирует по своей жизни? Если он планирует нормальную свою будущую жизнь, то надо идти служить. Потому что армия дает очень много. Во-первых, закалку чисто мужскую. Во-вторых, что многие ребята уходят служить, особенно с высшим образованием. Когда пытается, ну, видно, что не хочет, пытается уклониться. Я вам объясняю, зачем ты дошел, поступал в институт. Единственное место получить навыки управления людьми, вот, это бесплатно. Сейчас. Это в армии командовать людьми. Научиться. Это единственное место, где научат, как командовать. А ты хочешь какой-то иметь карьерный рост, значит, надо идти в армию, учиться. И ваши советы ребятам-срочникам? Ну, в первую очередь надо... Что говорите, когда отправляете? Я говорю, ну, вот, три пункта я говорю. Первое. Прежде чем, чтобы пошла служба, надо научиться подчиняться. Если научатся подчиняться, служба пойдет нормально. Второе. Обязательно поддерживать связь с родителями. Обязательно. В первую очередь маму отзваниваться по привычке к маме. Потому что они беспокоятся, они переживают. И третье. И третье. Не нарушать меры безопасности. Не делать никаких необдуманных поступков. А все остальное приложится. Спасибо, Александр Владимирович. В студии был Александр Гаврилюк, начальник отдела подготовки и призыва областного военкомата. Русский военачальник Михаил Скобелев в 19 веке в своих приказах требовал от офицеров душой сблизиться со своими подчиненными. Просил всех господ офицеров проникнуться убеждением, что неустанная заботливость о солдате, любовь к нему, делом доказанная, лучший залог победе. Такие дела. До свидания.